Первой точкой, где побывали Сергей Руденко и Александр Поршань, стала Центральная площадь. Здесь подготовка к встрече Нового года практически завершена. Основные элементы на площади уже установлены. Осталось только какие-то нюансы почистить, приготовиться. Время еще есть, поэтому я думаю, что к главному празднику, к встрече Нового года, будет готов весь Ледовый городок. Аттракционы уже поставлены. Далее руководители отправились в случайно выбранную аптеку, чтобы лично узнать, как изменилась ценовая политика за последнее время и появился ли повышенный спрос на медикаменты. Заведующая аптека поделилась, что производители увеличили стоимость товаров, но на потребительском ценнике это практически не отразилось. Поставщики по-прежнему привозят все в срок и в нужных количествах. При этом сотрудники работают в обычном режиме и дефицита не ожидают. Каждый медицинский препарат имеет свой срок годности. Наверное, покупать на ближайшие 5-10 лет его нет смысла. Тем более, что за последнее время многое изменилось. Эта сеть, скажем, правильно, в самом деле мы говорим, гибкая и свободно реагирует на все изменения, которые происходят. Неожиданный визит первые лица города также нанесли продуктовому супермаркету. Здесь ситуация практически такая же. Особого ажиотажа нет. Безусловно, наблюдается как сезонное повышение цен, так и общее. Но причин для волнения специалисты не видят. Это, как говорят, нормальное явление, потому что себестоимость продукции все равно растет. Ну, конечно, нет. Понятно, что если мы хотим что-то, деликатесы, так они всегда были дорогие. Основные продукты, да, подорожали, никто это и не скрывает. Но они есть и никуда пропадать не собираются. Последней точкой выездного совещания стала школа номер 17. Там Сергей Руденко и Александр Поршань посмотрели, как идет подготовка к Новому году. В этом вопросе у образовательного учреждения нет проблем. Школа более 20 лет каждый год проводит сказки для детских садов. Представления для малышей уже начались.